Год уходящий научил нас не только ценить каждый миг, но и тех, кто нуждается в помощи. В Алматы продолжается акция по поддержке одиноких пенсионеров, которая объединила почти все крупные городские волонтерские организации. Ее цель – предоставить по меньшей мере 700 одиноким пожилым людям продуктовые наборы в качестве подарка к Новому году. Игорь Тараков с подробностями. Алматинские волонтеры часто помогают нуждающимся, но подобных совместных проектов такого масштаба еще не было. В акции участвовали практически все крупные волонтерские организации. Данная акция впервые мы вместе с другими волонтерскими организациями проводим совместно при поддержке Акимата города Алматы. Задумка организаторов в том, чтобы не оставить без внимания в столь теплый семейный праздник одиноких пожилых алматинцев. В наборы были упакованы как продукты первой необходимости, так и традиционные новогодние радости – конфеты, соки и мандарины. Мы планируем охватить более 700 одиноких бабушек и дедушек города Алматы. И в целом, на сегодня у нас 150 комплектов подготовлено, сегодня мы уже начинаем развозку. В числе волонтеров была и Айжан Нурмагомбетова. Известная казахстанская певица старается не пропускать подобные акции. Важность этой акции в том, что перед Новым годом поддержать наши старшие поколения. И хотелось бы, чтобы такие акции проходили чаще, потому что такая поддержка, поддержка молодежи пожилого старшего поколения, я думаю, она очень важна. Пользуясь случаем, руководители волонтерских движений не упустили возможность обратиться к казахстанской молодежи. Хочу, пользуясь случаем, обратиться к людям, к Алмате, к алматинцам. Ребят, поддержите нас, присоединяйтесь к нам, мы всегда рады. Нам всегда нужны поисковики, здоровые молодые парни, девушки, мы всегда будем рады. Несмотря на пандемию и сложности с соблюдением эпидемиологических норм в этом году, волонтеры убеждены, ничто не должно влиять на новогоднее настроение в сердцах казахстанцев. С Новым годом! Игорь Тараков, Ескендер Тогаспаев, телеканал Алматы.